Приветствую всех на канале. Почуть переходим на коммерцию. Вот такой вот чудный Mercedes нам приехал. Это, естественно, электричка EQV и автомобиль у нас не на ходу. В общем, будем разбираться, почему он не ездит и что с ним такое. Для того, чтобы снять автомобиль с передачи, надо джойстик, кулису переключения передач, немножко вверх несколько раз поклацать. Аналогично, как на BMW i3, то же самое здесь. И тогда автомобиль выходит в нейтральное положение и тогда ее можно катить. В общем-то, что сейчас и делаем. Закатываем ее и будем диагностировать, разбираться. Что у нас с ней, почему она не хочет ехать. Так, продиагностировали ее и вот у нас есть ошибки. Ошибка в блоке БМС. Так, эти ошибки у нас не поудалялись. И у нас ток разряда актуально сохраненный. Короче говоря, скорее всего, было все-таки короткое замыкание. И не исключено, что... Не исключено, что у нас сгорел предохранитель. Короче говоря, все сводится к тому, что нужно снимать батарею и проверять, как минимум, для начала предохранитель. Потому что все ошибки говорят о том, что у нас проблема с силовым предохранителем в батарее. В общем, что и будем согласовывать и заниматься. А вот и наша батарейка. Батарейка здесь служит силовой части кузова. Потому что такие достаточно массивные алюминиевые крылья. А они не для чего иного, как для увеличения жесткости батарейки. И батарейка здесь с... Интересно, это идет на контур охлаждения? Либо же это идет на задний контур? Да, возможно на задний контур в салон, да. Вот эти трубки идут и заходят сзади, там где обычно у них и стоит. Но хорошо хоть не идет в саму батарею. Примерно половину ширины всей батареи занимают вот эти вот крылья. Кстати, батарея здесь на 100 кВт. Но рабочая емкость 90 кВт. Для того, чтобы батарея дольше прожила. В общем, будем теперь ее снимать и смотреть, что у нас там. Действительно ли у нас проблема с предохранителями. Приятно ремонтировать электрические машины. Ни подтеков солярки, ни подтеков масла моторного, дизельного, чернющего. Все чистенько, аккуратно. Только электроны куда-то сбегают. Кстати говоря, вот информация по поводу батарейки. 100 кВт в час, 284 Ампер, 692 кг. Почти 700 кг весит батарейка. И номинальное напряжение 352 Вольта. И батарейка производства Катл. Китайцы делают батарейки и для Мерседеса. Вот так все здесь реализовано. Все разъемы стоят здесь. И Джаншин тоже интегрирован в батарейку. Здесь жидкостное охлаждение. Хладагент. Мы уже поняли, что это для заднего контура в салон. Куча массовых проводов. С одной стороны два. С другой стороны два провода массовых. И здесь еще вот одна масса есть. Короче, массами они здесь... Здесь... А! Это, кстати, масса соединяет просто два полукорпуса. Странно как-то она соединяет. Непонятно для чего она нужна. Соединяет одну часть с другой частью. При том, что она, возможно, даже вареная. Ну, в общем, Мерседес решил так. Значит, так ему и быть. Продолжаю снимать батарейку. Кстати, наш стол подъемный рассчитан на 1000 кг. Батарейка 700 кг, поэтому запас у нас еще есть. И, кстати говоря, здесь можно обратить, что здесь болты, которыми собирается батарея, они идут сразу с пулями. То есть, по факту, в цельный металл начинает вкручиваться, разогревается, продавливает металл и нарезает сам себе резьбу. Для того, чтобы не сверлить 1000 кг отверстия и не нарезать в них резьбы. Снял батарею. И вот так она выглядит сверху. Какие-то клапана, возможно, для воздуха. И вот такой вот пентхаус здесь. Кстати, когда-то разбирали уже батарейку. Правда, то было Mercedes EQC. EQC, да. И там батарейка была чуть-чуть посложнее этой. Но тоже, что характерно, что все болты замазаны такой мастикой. Вроде как и батареи не разбираются. Но все промазано, чтобы нигде ничего не попало. И эта батарея такая же. Все-таки у Mercedes подход достаточно основательный. И, кстати говоря, вот эти разъемы, которые стоят снизу, они могут подвергаться влаге, но при этом они достаточно высоко стоят. Если сравнивать нижнюю часть батареи. И они защищены вот такой вот алюминиевой защитой, которая, не знаю, достаточно, имеет достаточно высокую жесткость. И повредить такую защиту, наверное, будет очень-очень проблематично. Поэтому в этом смысле мне Mercedes очень-очень нравятся. Конечно, Mercedes B-класс, который был не совсем Mercedes, а больше все-таки Tesla, потому что там Tesla компоненты. А здесь уже своя работа. Дубовый листик, возможно, еще привезенный откуда-то из-за границы. В общем, буду вскрывать. Сначала сниму крышку пентхауса. Верхнюю эту. И посмотрим, будет ли здесь что-то. Или же нет. Кстати говоря, этот болтик откручивается снизу. То есть, значит, что отсюда просто так его не открутить. Интересно. Интересно все это сделано. Кстати говоря, автомобиль у нас 12 месяц 2020 года. Интересно сделана вот эта часть. Казалось бы, откручивать нужно вот эти болты. Винты Torx, E-шки, то есть. Но есть один момент. Здесь этот болт с обратной стороны. Если его выкручивать, то это как-то не совсем естественно. Можно, конечно, ключиком крутить, но непонятно. Очень может быть, что она откручивается вот этими винтами. И здесь 2 E-шки. И вот этот Junction Box полностью поднимается вверх. И тогда он отключается, по сути, от батареи. И, скорее всего, вся силовая часть, это контакторы, это предохранитель. И все находится в этой части. И они после откручивания поднимаются вверх. И после этого уже можно вскрыть крышку. Она будет уже обесточенная. Но это мое предположение. Не знаю, насколько оно верное. Но сейчас буду откручивать именно вот эти вот винты. И сниму вот эту часть. И, возможно, не придется вскрывать всю батарею. И только работать с этой коробкой. Так и есть. У нас Junction Box полностью отделен от батареи. И всего лишь вот такие пины идут. И выводы непонятно на что. Возможно сигналить с БМС. Даже здесь пружина стоит, чтобы провода натягивались. Вот все-таки Мерседес. Смотри, как сделали. Здесь идут раз, два минуса и три плюса. Интересно сделана эта пружинка. Я такого раньше не встречал. Но это для того, чтобы провода правильно укладывались. То есть, для того, чтобы когда ставить эту крышку, чтобы она нигде не подвернулась. Вот на Мерседесе сделали вот такую вот пружину. То есть, поднял, подключил, ставишь. И она автоматически укладывает провод в то положение, где есть. И никуда она дальше не попадет. Очень, конечно, интересно сделана. Вот Мерседес в таких деталях просто меня с ума сводит. Все-таки не зря это бренд, который давно на рынке. И уже есть свои технологии, которые они везде применяют. Так, и сейчас хочу проверить, что у нас дальше. Здесь у нас 381 вольт. Вернее, вот так вот. 381 вольт. Здесь у нас то же самое 381 вольт. И здесь у нас тоже 381 вольт. То есть, по сути, они запараллеленные. Зачем так сделано? Непонятно. 3 плюса и 2 минуса. 4,3 ума. А здесь 0. Интересно. 16 ом. 17 ом. Странно. 5 ом. Непонятно, откуда они берутся. Так. Непонятно. Странно, что здесь так она себя ведет. А относительно вот этого. Так. Странно, непонятно. Но, по крайней мере, это сопротивление должно ни на что особо влиять. В общем, скорее всего, вся проблема у нас в этом джаншин-боксе. Коммутационный блок. И его вскроем. И будем смотреть, почему у нас есть эта ошибка. И почему у нас автомобиль не запускается. А здесь этой мастейки залито просто немерено. Можно брать, растапливать и заново заливать болты. Так. Открутили крышку. И вот хочу показать. Здесь намазано герметиком края. Но как это все гениально на Мерседесе сделано. Здесь идет прокладка. А герметиком чисто промазаны торцы, чтобы не попадала влага. Я думал, что сейчас придется ее как-то там отклеивать, отрывать, деформировать. Но нет. Все-таки Мерседес это суперавтомобиль. А вот и наши предохранители. Сейчас надо будет их прозвонить, что с ними. Так. Здесь, в этом Джаншинбоксе у нас все нормально. Проверил все. Проверил контакторы на сопротивление в разомкнутом состоянии. Проверил контакторы. Это делается мегаометром. Миллиометром промерил сопротивление замкнутых контакторов обеих. Перопатрон исправный. Предохранители все четыре исправные. Кондер, который стоит снизу, тоже исправный. То есть вопросов по силовой части, по крайней мере в Джаншине, у нас нет. Есть, возможно, вариант, что у нас в какой-то аварии БМС. Но будем надеяться, что проблема не в ней. Потому что обратился к нашему партнеру, который занимается подобными работами. И он сказал, что еще не сталкивался с таким автомобилем. И пока что у него нет наработок по работе с этой БМС. В общем, сейчас попробую еще раз это все собрать, поставить на автомобиль. И посмотреть, что у нас дальше будет. Какие еще варианты. Если же все будет там нормально, то не исключено, что придется лезть в батарею. Но не хотелось бы сейчас сюда лазить. Потому что, судя по всему, в батарее должно быть все нормально. По крайней мере по силовой части. Теперь немного предыстории, как автомобиль попал к нам в работу. Этот Мерседес привезли к нам после официального дилера. На котором провели ряд работ, связанных с перепрошивкой блоков и введением в эксплуатацию. Но автомобиль не запустился и не поехал. Официальные дилеры дали заключение, что необходима замена батареи в сборе. Да, кстати, забыл добавить, что автомобиль привезен из-за границы после сравнительно небольшого ДТП. Кстати, новая батарея стоит 1 миллион 908 тысяч гривен. Что примерно составляет 47 тысяч долларов по нынешнему курсу. Во всяком случае, так указано в акте выполненных работ у официалов. После проверки батареи и консультации с нашим партнером Аскольдом, который занимается перепрошивкой и удалением аварийных режимов батареи и многими другими работами по электромобилям, было принято решение попытаться перепрошить блок управления батареей. Кстати говоря, при диагностике автомобиля у Телем, при чтении фактических параметров, значение тока высоковольтной батареи было минус 180 ампер. При этом этот же параметр у центра был 0 ампер. Перепрошили БМС, с перепрошивкой нам помог Аскольд. Спасибо ему большое за это. И автомобиль у нас уже запускается. Сейчас теперь собираем это все назад, скручиваем батарейку, ставим на автомобиль, развоздушиваем систему. И, кстати, зарядку мы пробовали, она тоже заряжается. Теперь собираем и сделаем тест-драйв. Кстати, если сравнивать подход производителей Mercedes и VAC, то здесь блоки еще разборные. Не знаю, как дальше будет, но, по крайней мере, крышки съемные, не заваренные. А на VAC, вот на примере этого Audi e-tron и Volkswagen ID.4, который у нас был, здесь уже все заварено, все обработано. И неразборное, только разломное. Здесь тоже заварено, поэтому непонятно, как их разбирать. Не, ну, конечно, разобрать можно, но потом, как собрать, непонятно. Хотя вон блок стоит снизу, он еще разборной. То есть, как-то выборочно они делают, что какие-то блоки разборные, какие-то неразборные. И вот сейчас запустили прокачку. Кстати, прокачка есть еще одна увлекательная история. Уже прокачиваем минимум полчаса. И пока что результат у нас уже прогрессирует, но еще пока не достиг. Поэтому пока в процессе прокачки. Так, ну, конечно же, тест-драйв, как же без тест-драйва? Единственная проблема, что автомобиль без номеров. Поэтому особо далеко не проехать. Но, как минимум, сейчас по двору здесь проедемся. Так, у нас нету правой камеры. И поэтому у нас ошибка по 360 градусов. Но там была ошибка, что она не откалибрована. Хотелось бы подытожить видео. Я думаю, что официалы все правильно сделали. И не считаю, что там работают неквалифицированные специалисты. Но, на мой взгляд, сильно перестраховались инженеры Мерседес. Которые посчитали, что авто после ДТП не имеет права на жизнь. Ведь можно было реализовать, как, например, мы сталкивались на Volkswagen ID.4. Что после легкого ДТП автомобиль стал недвижимостью. Но через Одис Онлайн можно удалить краш блока и автомобиль оживает. Но на Мерседесе посчитали, что в любом случае замена батареи. Есть, конечно, доля правды в этой ситуации. Так как при повреждении батареи есть вероятность стать бочкой пороха на колесах. Но в данном случае мы видели, что никаких повреждений на батарее нет. Возможно, инженеры Мерседес добавят этот функционал в более новых диагностических инструментах. Но пока имеем, что имеем. Но благодаря таким специалистам, как Ascolt, которые имеют огромный опыт работы с блоками, автомобили будут ездить и без помощи инженеров с автозаводов. Спасибо всем за внимание, всем мирного неба и не забываем донатить на ЗСУ. Они дают нам возможность жить и работать. Ну а если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы мне пропустить новые видео. Всем до скорых встреч, всем пока! У автомобиля пробег 26074 километра.